начинается 13 день бомж выживания на карантине то ли число такое загадочное то ли совпадение но с утра у меня болит голова пошел измерить температуру 36 и 1 странно это как добрался думаю до меня все-таки коронавирус измеряю давление 200 на 130 что это такое вообще но яндекс пишет что вроде бы это не опасно на всякий случай от давления я как раз недавно нарвал мято себе заварил ну что ж завтрак и на утро у меня блины с разным вареньем после завтрака давление стабилизировалась то ли мято такая волшебная попалась то ли прибор фиксики починили но в общем отпустила меня и так на обед сегодня буду готовить овсяно блин для этого 4 столовых ложки овсянки смешиваю с кипятком немного настоялось туда одно яйцо туда же немного варенье пусть овсяный блин будет сладкий и на сковородку накрываю крышкой через пять минут блюдо готово вот такой получается овсяно блин чуть поджаренный сверху и хорошо поджаренный снизу еще у меня немного кашки и заварил опять мяты смотрите какие у меня модные часы идешь такой по улице никто даже не догадывается что дедушка старенький который давление измерить всякий случай просто померить надо мало ли сколько там посмотрите 130 на 90 все эксперимент продолжается приятного аппетита что первое съесть блин или кашу давайте блин попробуем ну прикольно реально вкусно получилось с вареницем за дуванчиком такой аромат интересный такой добавляет хрустящий я его забыл просто он сильно поджарился у меня прикольно реально вкусно то есть он не приторный но ароматный класс короче ребят запомните рецепт 4 столовых ложки овсянки и одно яйцо отлично сочетание получается и не яичница и не овсянка очень вкусно и сахара сахара немного очень быстро делается и сытно получается то есть один из таких годных быстрых рецептов пара минут овсянка это дольше варится уже сладкий а я его съел первым это же десерт был нас было кашу все-таки вначале есть ну ладно кашу это же сия в принципе наелся вот таким вот одним овсяном блинов надо пройтись посмотреть грибы может выросли какие-нибудь можно еще приготовить банановую кожуру помните у меня одна банановая кожура оставалась может быть печенюшек лучше каких-нибудь напечь потому что у меня ничего нет а у меня еще один чебурек щавелем остался но он совсем сухой уже кстати надоели эти чебурек щавелем и что-то много их напек очень другое манник можно а манки у меня нету ребят пишите в комментариях ваши рецепты интересно было бы что-нибудь приготовить по вашим рецептам что-нибудь такое печеньки кить вот мятное печенье например на там масло на короче жду ваших с какой-нибудь выпечку приготовить из того что у меня есть сейчас покажу что у меня есть здесь у меня пару картошек 2 лучка немного риса сахара много овсянка но из овсянки я уже печенье готов горох пшеничная крупа манка а это уже не мое это местных растительное масло еще яйца у меня есть вот яйца у меня еще есть четыре штуки а вот банановую кожуру лучше я думаю можно заменить если какая-то черная вот этот сейчас банан съест я возьму от этого банана тогда кожуру на полдник я сегодня съел все-таки последний чабрик с щавелем и вообще на меня сегодня какой-то жор напал есть прям очень хочется всего и много сейчас буду готовить вот эту банановую кожуру я взял кто-то выкинул в мусорку и пришлось ее доставать помыть пахнет еще вкусно свежая банановая кожура много всяких разных рецептов есть насчет банановой кожуры но везде срезают попку и вот этот вот им плодоножки как они есть называются во всех рецептах ну нет не во всех но в многих я видел что вот эту штуку счищают детства седана ну кстати а вот штука съедобная оказывается как банан ладно сейчас буду готовить по рецепту который называется банановый бекон для этого рецепт нам потребуется самое главное чеснок паприка и нужно еще ложечку соевого соуса чтобы все получилось как густая масса обвалять это тут на банан положить там чуть-чуть красивая такая штука получилась так паприка впитала весь соус поэтому прям чуть водички добавил она опять разбухает разбухает и чеснок тоже сухой был поэтому водички обязательно нужно добавлять вот так сейчас я их все окуну сюда помажу а потом еще сверху намажем как паста вот так вот получить выглядит конечно вообще жуть какая вот такая вот получилась розочка пока что сейчас соус пропитается это все я поставлю сковородку разогреваться так ну что прошло минут 10 и я думаю это уже чуть-чуть замариновалось это все равно сейчас я буду покрывать в соусе пахнет пахнет непонятно чем пахнет чесноком все-таки пахнет так теперь аккуратно раскладываю банан вот эти я есть очень жутко хочу как я сейчас все что угодно съем какая разница все равно это растительная пища по идее все можно есть вопрос лишь вкуса я этот момент предусмотрел то что жидкое будет поэтому я чуть-чуть муки добавлю может надо было бананы подсушить вначале а я их помыл наоборот я на них вот это вот все сейчас просто не будет держаться надо было нам сухие все-таки будете делать так бананы обязательно подсушить и потом в комментариях напишите как эта помадка будет держаться на них в общем я эту помадку прям хорошо хорошо сейчас сверху выкладываю там толстым слоем вот такие четыре штуки у меня получились смотрите красотища правда как пришел прекрасно будешь банановую кожуру нет ну-ка попробуй как тебе он как будто не замечает их он так где хида где еда еды нет взял самую большую красивую сковородку если настя меня увидит сейчас скажет что ты наделал зачем ты так поступаешь с красивой новой сковородкой так а в чем масло-то не шкварчит а это же толстая сковородка она нагревается долго я по привычке поставил все практически готово 4 порции банановых беконов сейчас обжариваю с одной стороны переворачиваю и с другой стороны сейчас достану картошечка у меня еще была есть последняя порция уже точно картошка на картошкой замороженная картоха уже готовая еще у меня племеши есть сейчас похвастаюсь целая порция еще у меня мясо оставалось если его никто не съел у меня мясо есть картошка просто в микроволновку положу очень удобно кстати так заранее сделал целой картохи разделил порционную в морозилку закинул остается только разогреть когда нет времени ужин у меня готов сейчас еще компотик из одуванчика сделано и все готово из варенья из одуванчика картоха банановый бекон пожалуйста и капуста по-корейски давайте пробовать сразу попробую банановый бекон как его есть то может надо было порезать его или руками как его едят хрустящий бананом вообще не пахнет вообще на банановую кожуру не похоже ну кто пробовали же банановую кожуру не как черемуха но она вяжет она такая пресная вообще не какущая ребята реально вкусно я думал что это будет фигня какая-то реально вкусно похоже знаете на что на по консистенции как баклажан да и по вкусу чуть как баклажан по вкусу для как баклажановые зажарки с кожурой к частности позову то есть она попробует это сказала ешь сам то свою банановую кожуру ну ладно буду есть прямо так целиком конечно все зажаренное сильно поэтому наверное вредно чуть но если брать во внимание что бесплатно надо будет попробовать потом потушить и не просто пожарить а потушить или например порезать кусочками короче ребят видел видео когда искал рецепт там какой-то иностранец ну с переводом все это было попробовал так сделать бананы и он когда попробовал у него все это так там вывалилась он сделал какую-то угромберил так сделал сказал все это невкусно может он не пробовал баклажаны жареная реально похоже на жареную баклажан прикольно вот реально съедобно зависит от того что вы привыкли есть вкус нормальный такой даже не острый не какой-то сверх там необычный реально как от баклажаны кому нравится баклажаны жареные прям вообще легко пишите в комментариях самые необычные рецепты которые хотите чтобы я проверил я их обязательно приготовлю но если денег у меня конечно же хватит я с вами прощаюсь буквально пару секунд увидимся завтра утром всем утречко день 14 начинается вместе с ним начинается какой-то просто лютый жор хочется есть все и много отварил кашки овсяной добавил туда вареницы задуванчиков все это за милую душу сразу съел а еще сразу после завтрака вместо зарядки пошел искать грибы то что погода хорошая была опять дожди же шли нужно проверить конечно же нашел сразу два гриба если не присматриваться конечно кажется что они нигде не растут на грибы они растут везде они как пауки внимательно смотришь видишь бугорок на земле оп а там шампиньончик вырос и не один сразу а два два огромных шикарных шампиньона они вот так вот землю раскидали пахнут они очень вкусно самое главное самое главное собирать их в первый день потому что потом их уже жуки червяки там гусеницы съедят будет гороховый супчик у меня будет и каша с грибами и гороховый суп на этот раз надо там нормально сделать грибочки мне прям радуют потому что сейчас ничего еще не растет даже вяз отцвел а грибочки они же дорогие в магазине их просто так не укупишь даже пару грибочков будет стоить рублей на 10 обжарю грибочки с лучком на растительном масле потом вместе с горошком просто отварю и будет такой легкий супец я прям нарадоваться не могу смотрю на эти грибы огромное количество жалко весы у меня батарейка села не могу взвесить я даже большую сковородку взял смотрите что мне грибов целая куча ребята аромат такой сразу можно кстати еще в блинчики завернуть получится очень вкусно но это наверное завтра еще схожу поищу если грибы найду тогда будут фаршированные блинчики кто пришел кого нелегкая пришла и так есть нечего андрюха приехал красава я тебя как раз жду тут рад тебя видеть заходи обед готов к грибочек блинам отвлекся на андрюху лет грибочки горят короче пришел брату у меня дома то есть нечего как он нормального холостяка а он тут бичует каждый раз что-то готовят у них кашку будешь вкусняшки какие-то сейчас даже мне кашку будешь гибнуть кормит похоже как собак кормят или курить повар давай давай тащи вкусно пахнет не пахнет я тебе так скажу знаешь к же это жареным луком каким-то пахнет как в столовке и такой савдепской влагерный когда там эти знаешь такие толстые повара удачи все украли да когда без мяса из остатка сварили вот это все бомж супер сколько много грибов а ты специально вот это все коричневые выбирал какие-то оттенки или что это груди и все в каком-то коричневом цвете вас лучок поджарился типа больше поменьше мне мне хватит хватит подожди а то еще не пробовал твою степенью доедать надо я загон на улице что ли он нашел нет вроде же сплечи них не как обед нормально смотрится ничё новый на вкус ты попробовать и суп сам если честно сейчас посолю будет это на вкус видим ничего но очень она острая нет постная я бы сказал для меня такое ощущение что ты водичку с грибочками хлебаешь хотя тут грибы и ну и бобовые все-таки по белковые овощной супец короче на какой-то фигне на воде смотрите как раздорвался вообще жесть просто когда я что конечно больше меня весишь я общем вашего я бы под такой стол 50 грамм доставку еды сделать зарегистрировался где-нибудь в яндекс еде развозить будешь обедать слушать у тебя подписчиков ноги нож готовить получил соглашение заключать изначально что ты никакой ответственности нанесешь без ответственности на окурчики хочешь а тип тебе нельзя такой да есть ну тип очень мое держи со вторым вот положите сразу смотрите я все съел по чесноку супец нормально когда на рыбалочку пойму ремонт закончу но в этом месяце хорошо ты кстати сейчас грибы ешь которые здесь выросли вот в воде а может нет нормальные грибы че за грибы вершинки шампиньоны обычные просто и до этого их ел да на том же месте соберу но капец короче у меня грибная ферма даже там есть но там вершинки растут они шампиньоны здесь далеко все андрюха поехала короче домой все андрюх давай пока вкусно было хоть вкусно говорю было то ли от недоедания то ли от переедания я не знаю после обеда просто вырубился представляете проснулся все спят ночь на дворе надо пойдем положим на ужин приготовлю пельмешки вот эти последние порции смотрите как настя заботливо оставила курочку она думала что я нам поем а я вот не буду есть хочешь курочку вот и настите какой вкуснятина оставила кушать тепленькая еще вкусненькая все сразу отмечают 14 день вот такой вот у меня ужин 14 дня жареные перемешки гёдзе опять капуста и стакан воды я тоже хочу гёдзе на них я не хочу меняться них мало последняя порция нас осталось я думал ты поторгуешься скажет давай смотри гёдзе в доставке стоит сколько мы заказывали гёдзе там был четыре штучки на 1 гёдзе как ветки свинина у меня тут тоже свинина 2 котлетки на 4 гёдзе а ты не попадешь там половина картошки мясо у меня хлеб один там с молоко давай один гёдзе а ты мне кусочек лимона и чай черный что такое тут чай смотрите попросил чай черный сделать ну чё это такое он без лимона потом еле прозрачный холодный прям как для себя делаешь на ты сделай как для меня вот вот не жалею за варочку давай вот вот в моем стакане давай делать то в маленьком стаканчике это все начинается вот это вот вот так вот 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 это вот вот это пахнет чаем мне в медицинских целях надо чай улучшает пищеварение после дождь этого чтобы скрутилась немножко черный чай уже крепит как ты это продуктивно лимон выдавил очень продуктивно ничего не осталось я первый раз такое вижу что мы выдавили лимон полностью я и съем еще витамины жесткие надо было засахать его все ребят на этом день заканчивается осталось только чаек попить вкусный чай че за чай гринфилд гринфилд обычный черный гринфилд нормальный нормальный утличка начинается день 15 майской самоизоляции между прочим экватор уже если это закончится в мае завтраку овсянкой добавив туда немного варенья из дуванчиков ну что ж какие на сегодня планы хочу сходить на рынок посмотреть что-нибудь дешевое если есть там картошка по 10 рублей как в прошлый раз это прям будет хорошо то что хочу дранчиков под соскучился по драникам я же еще хотел сделать розыгрыш дошиков но я сейчас закуплюсь тоже но не из этих денег у меня еще 2 банка неприкосновенный запас и разыграем после обеда пакет доширака поехали за покупками шоу вот так вот и вижу огурец лежит просто лежит на дороге огурец вот никого не трогает брать не брать в обычной жизни я конечно не взял но это подарок судьбы просто подарок отличный огурец даже не вялый надо домой сейчас прийти спросить может это настя потерял она постоянно теряет да тут я смотрю сегодня прям аншлаг можно по выбирать торговли идет клубничка помидорки молодая капуста по 50 ничего себе шикарно спросил картошку по 10 что-то специально для меня наверно оставлять насчет и выбора здесь немного на этот раз разобрали что ли все лучок вот лучок я возьму выбор небольшой но хотя бы чуть-чуть взять пока здесь на рынке прошел весь рынок ребят вот еще маленькая тоже неплохая вот вообще отлично берем 17 это по 10 это по 10 все спасибо большое помните первый гриб есть находил пару дней назад вот они еще лезут отлично маленькие грибочки надо еще посмотреть по округе шикарно вот еще один просто у подъезда растет гриб я вернулся из магазина и со мной из магазина вы видите вернулась огромная куча лапши которую сейчас будем разыгрывать случайным образом среди подписчиков я на нее смотрю меня получил слюни текут у меня обед-то заготовлен свой так вот нужно было какие условия конкурса просто нужно было оставить любой комментарий хочу лапшу чтобы было это что вы хотите съесть большую кучу лапши от сереги у меня нет там каких-то сложных схем просто комментарий не нужно было никуда подписываться не нужно было там репосты какие-то дела знаете просят еще там где-то зарегистрироваться или что-то купить там трек номер какой-нибудь оставить у меня все просто любой комментарий хочу лапшу и вот такой презент отправится победителю да это подарок недорогой но я думаю будет приятно получить бич пакеты от сереги я конечно тоже не верю там большие дорогие подарки которые разыгрывают там по сто тысяч но такой вот символический подарок будет от сереги приятно получить приятно же давайте разыгрывать пускаем рандомайзер и так барабанная дробь и среди всех комментариев побеждает и вот этот вот комментарий поздравляю пиши мне в личку в контакте желательно там я чаще всего свой адрес для отправки вся эта лапша отправляется тебе не ешь за один раз не ешь за один день это не так приятно растягиваю удовольствие но это просто вредно для желудка в общем растягиваю удовольствие а у меня дилемма как это все упаковать в один пакет то что все пакеты которые у меня были они не такие большие оказываются сейчас я проверю помещается в два парка короче это будет выглядеть вот примерно вот так поэтому не удивляйся когда на почте я достану такой необычный сдвоенный пакет так отправлять можно сейчас я все перевяжу скотчем вот так это все будет отправлено помещать поместилось два пакета в общем так уберу до греха подальше а то реально вкусная штука хочется самому съесть ну чё а у меня продолжается бомж выживание на обед сегодня будет третья порция супа горохового с грибами кашка тоже последняя порция но грибы у меня еще есть я сегодня еще три гриба нашел а еще из морозилки надо хлеб достать у меня же хлеб в морозилке хранится по вашим советам положил туда чтобы он не пропал просто давайте посмотрим что там вот вот смотрите вот она пол пол краюшки хлеба реально заморозилась сейчас попробуем что из него получилось как думаете он вообще съедобный нет я ни разу не замораживал хлеб в морозилке он еще и не режется оказывается надо было заранее порезать если будете замораживать режьте заранее на кусочки я прям пол сайки положил он реально не режется вообще как как курица замороженная получился блин страшно сейчас пальцы отрежу себе еще хлеб вместе с кашей сразу разогреваться тоже отправляю очень хорошо мне прям повезло что пошел дождь вот эти несколько дней целую неделю шел дождь и грибы прям полезли надо проверить какие грибы у меня вот два гриба у таких попалось червивых а последний вот шикарный маленький жалко конечно обидно то что червивые грибы ну все червивое бывает вообще если червивое значит натуральное да и вообще червивое можно есть кто сказал что нельзя он китайцы все едят все равно протеин чем хлебушек разогрелся ого он ломается мягкий стал смотрите аж пыхтит мягкий мягкий стал реально мягкий смотрите какой мягкий как только из духовки вытащили и хлебом пахнет ребят годный лайфхак ну-ка да отличный хлеб даже не пахнет ничем таким кислым вообще бомба нормальный супец очень вкусный смотрите сколько грибов разве вот в столовском супе можно найти столько грибов нет нельзя и второе но ко второму у меня еще есть знаете что это это карма вот я разыграл пич пакетов и вот она вернулась нужно отдавать чтобы получать помните эту истину по лагурчика покрошил половинку оставлю я значит заметил я сижу и ем один огурец я кашу не ем я сижу и ем огурец кашу не хочется честно лучок один купил у меня есть все чтобы вечером сделать дранички сейчас доедаю иду за шиповником и уже встречаемся за ужином буду готовить драники и так время ужина сейчас буду готовить драники для этого нужна картошка и и чистим и лучок его тоже чистит 1 2 3 4 даже 5 теперь всю картоха тру на крупной терке вот такая красотища вкуснотища получается без яйца без консервантов без красителей картошку вернешь картошку вернул сколько съешь тут смотри вот одна штучка это примерно пол картошки что-то мне кажется вообще настя зачастила тут каждый ужин ты готовь ужин на всю семью не буду я сметану буржуйскую не он мазик есть ну что поехали ни разу не пробовал с майонезом драники смотри какой пятнадцатый день ребята экватор надо его отметить как-нибудь кружочком я имею ввиду отметить забуду зафиксируешь этот момент это какой день я уже потерял счет третий день поэтому я с вами прощаюсь увидимся буквально через пару дней может быть через три если карантин не закончится я голосовал как посмотрю в прошлом видео за здоровья и крепкого желудка вам увидимся пока